Особое внимание к вопросу экологии в Сочи стали уделять во время подготовки к играм. Из-за грандиозной стройки страдали зелёные насаждения, пришлось даже изменить русло реки Мзымта. Но городская администрация совместно с экологами постаралась сделать всё, чтобы минимизировать ущерб нанесённой природе, сохранить и даже приумножить зелёный наряд курорта. Так, взамен изношенных были построены новые очистные сооружения в центре Сочи, на Мацесте, Адлере и Красной Поляне. Теперь на месте глубоководных выпусков все показатели в пределах нормы. Удалось решить вопрос и по свалкам. Но работать ещё есть над чем, говорит Анатолий Пахомов. Основная задача сейчас – убедить людей в необходимости подключения к централизованной канализации или в установке лосов. «Ментальность наших жителей, к сожалению, пока не везде сработала правильно. Есть у нас ещё нарушители, их достаточно много. Особенно это касается Лазаревского района, особенно это посёлка Лао. И естественно, что каждый день выявляются нарушители. Они свои сточные воды, свои фекалии сбрасывали в реку, затем море. И естественно, что это не красит наш город». Работа по этому вопросу на курорте будет продолжаться до полного искоренения фактов загрязнения окружающей среды, подчеркнул мэр. Ведь Сочи – это город-сад, где зелёных насаждений по всей территории более 92%. И с нашего курорта берёт пример весь край. «Именно сочинский опыт в области экологии и защиты окружающей среды сегодня берут за основу другие курортные территории Краснодарского края. В крае обязательно начнут предложения участников форума в сфере эколого-сберегающего опыта в энергетике, сельском хозяйстве, в пищевой промышленности, в туризме, строительстве и примут участие в обсуждении общей взаимовыгодной экологической стратегии». Одной из тем обсуждения стал проект государственного доклада о состоянии об охране окружающей среды в целом по стране. Информация доступна для общественности на сайте Минприроды России. В ходе заседания его участники говорили о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы сохранить природное и историко-культурное наследие России, а также наметили реальные пути решения этих актуальных задач. «Экология – это всё. Это экономика, это социальная сфера, это здоровье, это жизнь человека. В центре внимания экологии стоит человек. Прежде всего, формирование экологической культуры, формирование, воспитание экологической воспитанной личности, экологическое образование и воспитание». Над вопросами экологического спокойствия и о природе должны задумываться не только политики, но и всё население. По итогам форума все принятые решения и меры для минимизирования негативного воздействия на окружающую среду будут учтены при формировании государственной политики в области экологии.